18 марта 2018 года прошли выборы президента России. Они закончились убедительной победой действующего главы государства Владимира Владимировича Путина. По данным Центральной избирательной комиссии Краснодарского края, голоса кубанских избирателей в результате выборов президента России распределились следующим образом. Владимир Путин набрал 81,35% голосов. За Павла Грудинина проголосовало чуть более 10% жителей Кубани. 4,57% набрал Владимир Жириновский. Остальные кандидаты в президенты не набрали и 1% голосов. Если говорить о Славянском районе, то по данным Территориальной избирательной комиссии в нашем муниципальном образовании в выборах приняло участие более 78 тысяч человек. Это была самая высокая за последние несколько лет явка славянцев. По итогам участковых избирательных комиссий или по итогам представленных протоколов участковых избирательных комиссий выборы состоялись. На всех избирательных участках прошли выборы нормально, без замечаний. В целом, по району замечаний никаких у нас нет. Явка избирателей на этих выборах как никогда у нас составила 82%. Мы можем сказать, что люди очень активно шли на избирательные участки, отдавали свои голоса за достойных кандидатов. Ну и наибольшее количество процентов, 83% у нас набрал на нашем Славянском районе Путин Владимир Владимирович. На втором месте у нас идет по результатам Грудинин, на третьем месте Жириновский идет. Вот это вот три лидера, которые набрали наибольшее количество голосов. У Грудинина 9%, у Жириновского 6%, а у остальных 0,5-0,6%. Вот такие результаты по нашему району. Такая высокая явка по району была обусловлена хорошо проведенной кампанией по информированию населения, ну и, конечно, активной гражданской позицией самих славянцев. На избирательном участке 4207 пришла голосовать бабушка, которая исполнилась осенью 100 лет. Другой бабушке было 85 лет пришла. Голосование вне помещения. У нас есть избиратель, которому 102 года. Это протокское сельское поселение, которое активно приняло участие в настоящих выборах. Корреспонденты нашей телерадиокомпании освещали ход голосования в течение всего дня. С момента открытия избирательных участков и до начала подсчета голосов. Предлагаем вам вспомнить хронологию событий дня выборов.